Уважаемые читатели Калининградской областной научной библиотеки, я приветствую вас в стенах Государственного Эрмитажа. Меня зовут Купцова Зоя Владимировна, я занимаюсь итальянской живописью, хранитель итальянской живописи 13-16 века. И мы сейчас с вами находимся в одном из очень красивых залов, который входит в состав здания Нового Эрмитажа. Оформлен этот зал был в 19 веке, и сейчас мы его обычно называем залом итальянской майолики или залом Рафаэля. Сегодня наш разговор пойдет дату Рафаэля. Вы помните, в прошлом году весь мир отмечал 500-летие, дату, годовщину смерти, юбилей Рафаэля, 1520 год, когда Рафаэль умер в отрасли 37 лет. Очень многие крупные музеи и музеи небольшие, итальянские, подготовили ряд выставок. Не всем из них суждено было открыться или показаться посетителям, поклонникам творчества Рафаэля во всей красе. В Государственном Эрмитаже также состоялась выставка, она называлась «Линия Рафаэля». Открыта была 7 декабря 2020 года, а закрылась уже в 21-м. И уже спустя некоторое время после закрытия выставки мы возвращаемся вновь к разговору о Рафаэле. В собрании Государственного Эрмитажа хранится два произведения, которые относятся к руке прославленного мастера Рафаэля Санти, и относятся они к раннему периоду творчества Рафаэля, к времени, когда Рафаэль работал в Урбино и Беруджи и переехал во Флоренцию. Ну, о римском периоде мы будем говорить чуть позднее в связи с учениками Рафаэля, а пока о самой ранней картине, которая была создана Рафаэлем, когда ему было около 18 лет. Мы стоим у произведения, которое принято именовать Мадонна Канистабили. Мадонна с младенцем происходит из семейства, из коллекции графов Канистабили. Когда-то она была создана Рафаэлем примерно в 1504 году, эта дата очень условная, но примерно в то самое время, когда Рафаэль еще пока не переехал во Флоренцию и работал со своим наставником Пьетро Перуджино. Работа создавалась, конечно, для небольшой частной семейной часовни или капеллы, именно поэтому она небольшого размера, очень крупной массивной раме, и создавалась для семейства де ластафа, которая в свое время, спустя столетия, породнилась с родом Канистабили. И вот уже в 19 столетии семейство Канистабили, испытывая некоторые денежные затруднения, предложила императорской семье приобрести несколько произведений из коллекции Перуджи, и император Александр II предпочел купить только одну картину, один образ Мадонны с младенцем, написанный Рафаэлем. С этого момента произведения, которое попало в императорский Эрмитаж, стали именовать Мадонна Канистабили. Именно так мы именуем его до сих пор, и эта картина, эта икона, этот образ Высокого Ренессанса приобрел, во-первых, очень важное значение для коллекции Эрмитажа, потому что это одна из жемчужин нашей коллекции эпохи Ренессанса, а во-вторых, эта картина прошла различные страдания, манипуляции, когда попала в собрание императорского Эрмитажа. Когда она к нам приехала, а сопровождалась это очень бурной историей, должна сказать, не столько скандальной, сколько очень открытой общественному мнению подверженной, картина очень сложным путем попала в Петербург, потому что итальянское общество, конечно, итальянское правительство наложило арест на вывоз этой картины, и шапионы Канистабили, владельцу этого произведения пришлось, ну, я бы сказала, писать некую оправдательную брошюру, где он признавался в том, что никакого политического подтекста в продаже произведения нет, а семейство нуждается в средствах для того, чтобы содержать и другую большую часть коллекции, остающуюся в Перудже. Но в Перудже по-прежнему остается действительно весомая часть коллекции этой семьи, и она украшает галерею, национальную галерею Умбрии, а мы с вами чуть пристальнее посмотрим на произведение, которое ныне хранится в Государственном Эрмитаже. Очень небольшая работа, квадратная, но вы видите, что композиция вписана еще и дополнительно в круг. Круг – это всегда была идеальная форма. Ей было очень сложно подчинить все элементы композиции, а одна из самых любимых форм Рафаэля, эпохи Возрождения. Рафаэль несколько раз обращался к такой форме круга или шара, сферы. Вспомните, например, знаменитую картину «Мадонна в кресле», «Мадонна де ла Седжело», написанную уже в римское время. Там тоже «Мадонна с младенцем», сидящие в кресле, но они вписаны в круг. Или «Мадонна Альба», которая ныне хранится в Вашингтоне в Национальной галерее. Эта картина, конечно, по масштабам гораздо меньше, но вот она создает впечатление такой большой монументальной композиции. И «Мадонна», которая очень близко расположена к переднему плану картины, держит в руках младенца. И если посмотреть, как сделаны линии, как вторит линия, например, плеча, переходящая на голову Марина в мафоре, плечо Мадонны справа, переходящая на плечо младенца, головку, как круглится вся линия, подчиняясь форме круга, то вы почувствуете, что Рафаэль был совершенно потрясающим мастером гармонии. Ведь действительно, о нем говорили в его произведениях, было сложно что-то убавить или что-то прибавить. Они были абсолютно выдержаны, идеально сбалансированы, у них все было абсолютно идеализировано. И надо сказать, что прежде чем создать такое произведение, Рафаэль очень много работал. И прежде чем прийти к завершающей стадии, к окончательной композиции он создавал огромное количество набросков, он искрал положение рук, положение головы, наклон головы, разворот торса. И уже в окончательном варианте находил самый оптимальный вариант композиции. Но что еще здесь важно? Мадонна находится на фоне очень красивого умбрийского пейзажа. Это тоже отличительная черта умбрийского периода жизни Рафаэля. А у Рафаэля было, я бы сказала, три важных периода в жизни. Он родился в Умбрии. В Умбрии и Перуджи он работал со своим наставником Пьетро Перуджино. Около 1504 года он переехал во Флоренцию, а в конце 1507 года оказался уже в Риме. Вот мы с вами говорим о том периоде, когда Рафаэль еще живет в Умбрии, когда город Турбино, город Перуджи, находясь в окружении холмов и долин, и по-прежнему они так выглядят, и по-прежнему можно представить итальянские пейзажи, когда вот эти, вот эта окружающая атмосфера, среда, пейзаж, они отражались в картинах. И очень многие умбрийские художники любили именно подчеркивать такую очень важную местную деталь, изображать умбрийский пейзаж. И этот пейзаж, если присмотреться, напоминает отчасти может быть весенний пейзаж. Он такой очень утонченный, здесь чуть подтронуты зеленой травой холмы, здесь есть озерцо, на этом озере лодочник или рыбаки. Если дальше присмотреться, очень тонкие деревья, тоже чуть тронуты свежей весенней листвой. В глубине вы увидите горы, покрытые вершиной, покрытые снегом. Вот-вот оживает природа. Здесь начинается весна, и Мадонна с младенцем для нас являет такое начало жизни. Ну а Мадонна держит молитвенник, держит книгу, и это окончательный вариант композиции. Но я упоминала о том, что Рафаэль создавала много рисунков, прежде чем сделать окончательный вариант. Вот один из рисунков известен. Он находится в собрании графики в Вене, в музее Альбертино. И этот рисунок несколько отличается в деталях от картины. И когда эта картина приехала в собрание Эрмитажа, с ней была проведена очень такая жесткая, сложная операция. Ее перевели из дерева на холст. Представьте, что вот эта рама, массивная, сделанная из дерева, составляла единое целое с изображением. То есть вот эта центральная доска, на которой создано изображение, это была цельная массивная часть, сделанная из дерева. И со временем, подвергаясь климатическим воздействиям, эта рама вместе с центральной доской получили очень большую, серьезную трещину. Вот если присмотреться, эта трещина еще немного видна в середине. И тогда реставраторы в Императорском Эрмитаже приняли решение вырезать изображение из рамы, лицевой стороной приклеить на жесткую твердую поверхность. И с обратной стороны убрали все дерево и весь грунт. И увидели с обратной стороны этой картины первоначальный замысел Рафаэля. Мадонна в руке держала вовсе не книгу, а она держала плод граната. Гранат – это символ Церкви Христовой, символ паствы. Но каким-то образом Рафаэль решил поменять свой замысел, пересмотрел его, написал молитвенник. И мы знаем, что с обратного изображения была сделана когда-то калька, то есть оно скопировано, а оно сохранилось и воспроизведено в старых источниках. А затем уже наоборот картины был приклеен, положен новый грунт, приклеен новый холст. И таким образом эта картина оказалась на холсте. И вот мы знаем, что когда-то это произведение было цельным, но теперь у нас получается два произведения – рама эпохи Ренессанса, сделанная из дерева, и произведение Рафаэля, написанное около 1504 года, находящееся ныне на холсте. Но это все равно цельный комплекс. И у нас даже есть версия, что эта картина, точнее эта рама, когда-то, возможно, была сделана по проекту самого Рафаэля. Это предположение, потому что, конечно, когда художник задумывал произведение, вероятнее всего его задачей было и подумать о том, какое будет обрамление у этой картины. Ну а в нашей коллекции находятся две работы, и, как я упоминала, относятся они к разным периодам жизни Рафаэля, но к самым ранним. И мы с вами поговорим еще об одном произведении – о святом семействе. Вы помните, что коллекция Эрмитажа сложилась именно благодаря Екатерине II, которая покупала не просто отдельные произведения, а она закупала целые коллекции, которые распродавались в Европе. Вот мы с вами вспомнили о коллекции семьи Канистабили и поговорили только об одном произведении, которое приобрели в XIX веке. Екатерина покупала целые коллекции. Конечно, это тоже доставалось ей большим трудом и очень сложными переговорами, работой агентов. И в 1771 году Екатерина II приобретает коллекцию в Париже, коллекцию Кроза. Семейство Кроза, Пьер Кроза в частности, один из самых знаменитых коллекционеров французских XVIII века. Собрал совершенно потрясающую коллекцию произведения искусства, не только французских, но и в том числе итальянских, и коллекцию произведений высокого ренессанса, живописи, графики, скульптуры. И наследники Пьера Кроза стали ее распродавать после смерти бывшего владельца. И Екатерина таким образом решает приобрести живописную часть этой коллекции, которая попала уже в состав Ферментажа. Надо сказать, что когда такие произведения, такая коллекция приобреталась в Ферментаж в XVIII веке, в ее составе приходил не один Рафаэль, а несколько. Вот в частности к нам попала картина Юдивь, написанная Рафаэлем, которая сейчас уже, как известно, как мы знаем, была создана другим знаменитым мастером эпохи Ренессанса Джорджоне. Но действительно, в XVIII веке, так же, как и сейчас, очень многие картины, многие владельцы хотели видеть знаменитых художников, и многие картины приписывались как Рафаэлю, так и Леонардо да Винчи. И в XIX веке часть атрибуции просто была изменена, отвергнута, что-то не подтвердили, а какие-то произведения вновь открыли. Сейчас у нас хранится картина Рафаэля «Цветое семейство», которая не поменяла свою атрибуцию. Именно с таким именем она попала в состав коллекции императорского Эрмитажа, но ее мы иногда называем «Мадонна с младенцем» и «С безбородым Иосифом», потому что, на самом деле, иконография этого произведения, точнее, святого Иосифа, несколько отличается от общепринятой в эпоху Ренессанса. Здесь Иосиф изображен, конечно же, немолодым человеком. Согласно описанию, он все-таки изображен старцем, но чаще всего Иосифа изображали с такой шевелюрой, густой бородой. Он всегда сидел в думах, он задумывался о предстоящей судьбе своей семьи, младенца Иисуса Христа. Ну, а здесь под влиянием, под впечатлением от новых произведений, которые увидел Рафаэль во Флоренции, переехав туда в 1504 году, он попал под, например, влияние знаменитого флорентийского мастера Фра Бартеломео, который достаточно часто изображал людей в возрасте, пожилых людей, вот такого типажа. Это, конечно, влияние еще произведений Леонардо да Винчи, но вот здесь мы уже чувствуем, что Рафаэль Санти оказался уже совершенно в другой среде. В начале XVI века Флоренция была очень таким прогрессивным городом, и очень многие новшества, которые появлялись в искусстве, в живописи, в частности, в скульптуре, они появлялись именно во Флоренции. Флоренция – это вообще место, где жили, трудились художники-экспериментаторы. Все самое новое, все новейшие технологии, все новейшие композиционные приемы, все появлялось и испытывалось, разрабатывалось во Флоренции. Это важно, потому что, например, ведь мы с вами оказались в то время, когда художники постепенно переходят, меняют материалы. Например, вы помните, что в эпоху доренессанса, раннего ренессанса, проторенессанса или готики художники работали на досках. Достаточно вспомнить Мадонну Канистабеле. А в начале XVI века многие мастера, особенно во Флоренции, начинают пробовать работать на холстах. Конечно, это влияние северных художников, влияние братьев Ван Эйк, но это все происходило во Флоренции. Затем художники пользуются, пытаются работать новыми красками. Например, не темперой, как написано Мадонна Канистабеле, а красками, замешанными уже на масле. И мы во Флоренции встречаем произведения, которые частенько созданы в так называемой смешанной технике живописи. То есть это не масло пока еще, не масляная живопись, но уже не темперная, как, например, работали иконописцы. И мы очень часто говорим жирная темпера, то есть темпера, в которую добавили масло. И перед вами работа, которая была создана Рафаэлем именно вот в этой новейшей технике. Она была написана жирной темперой, с использованием масляных красок, прописана. Но Рафаэль все равно придерживался каких-то своих традиций, каких-то, я бы не сказала, привычек, а все-таки таких традиционных вещей, которые использовались в мастерской еще у Пьетро Перуджино. Для того, чтобы создать такое произведение, вы видите, что оно уже по формату выросло по сравнению с тем, что мы видели у Мадонны Канистабеле, Рафаэль использовал так называемую кальку или метод припороха. По-итальянски он звучит спольвере, а в русском варианте мы пользуемся термином, который чаще всего применяем к древнерусской иконописи. Что такое припорох или что такое калька? Вы создаете рисунок полноформатный, такой, какой будет композиция финальная. Затем этот рисунок вы прокалываете по контуру, по силуэту всех фигур, все важные детали, которые вам нужны, будут проколоты тонкой иголочкой. Затем вы, прокалывая, вы подкладываете еще один лист под этот рисунок. Затем этот лист уже с проколотыми контурами кладете на доску или на холст. По нему проходите тампоном, в котором, например, уголь. И у вас получается сквозь эти дырочки отпечаток на поверхности. Вам остается только обвести контуры и уже начать прописывать произведения красками. Вот таким образом было написано «Святое семейство». Это очень традиционный способ. Его очень любили мастера раннего Ренессанса. Рафаэль его пока сохраняет. Но несмотря на то, что Рафаэль пользуется еще пока такими старыми методами, и он, в общем, на самом деле до конца своей жизни пользовался этими методами, ему было удобно. И это отличает очень многие произведения Рафаэля от других мастеров, в частности, помощников его мастерской, которых часто путают произведения этих помощников с работами самого Рафаэля. Так вот, я думаю, что вы почувствовали, насколько это произведение уже более монументальное, более мощное. Ведь Рафаэль был человеком, который попал под влияние крупнейших мастеров эпохи Ренессанса, которые в этот момент работали во Флоренции. Когда он оказался в Флорентийской республике, он встретился, он видел знаменитые картоны Леонардо да Винчи и Микеланджело. Вы помните, Леонардо да Винчи создавал битву при Ангиаре, Микеланджело создавал картон битва при Кашине. Оба эти картона огромные подготовительные работы, которые предполагались для фресок, которые украсят зал 500 во Флоренции в палаццо Веккио. Конечно, Рафаэль видел произведения этих мастеров, он видел работы и других художников, которые держали свои мастерские во Флоренции. И он попал под влияние этих художников, и его работы очень быстро начинают меняться. Вообще, Рафаэль был очень, я бы не сказала, очень впечатлительный художник, а скорее художник, который напоминает такую губку, которая впитывает все самое новейшее. Он, во-первых, все это видит, выхватывает. Он берет от Леонардо с Фумато полутень. Он обращает внимание на монументальные формы, которые создает Микеланджело. Он очень любит использовать образы фра Бартоломео, например, Мадонны с младенцем. И вот таким образом, используя элементы произведения различных художников, он гармонизирует, уравновешивает свои картины. И еще обращаю ваше внимание на цветовую гамму. Я говорила о том, что это произведение создано в таких уже новейших технологиях на момент начала XVI века. Сложная по составу живопись. Посмотрите, какие здесь цвета. Зеленая куртка у Иосифа, желтый плащ, синяя, синемафорий, который не спадает с Мадонны, на котором сидит младенец. Красный рукав в платье виднеется. И вот еще один цвет, очень сложный, такой фиолетово-бордовый, который, кстати говоря, Рафаэлем довольно редко применялся. Он очень сложный по составу. И он отличает работы часто флорентийского периода. Вообще о Рафаэле говорят о времени, когда он жил во Флоренции, что именно в это самое время Рафаэль создает самых своих знаменитых Мадонн. Мадонна со щеглом, Мадонна, гуляющая на лугу, прекрасная садовница, которая хранится в Лувре. Вот в ряду всех этих произведений находится наше святое семейство. Однако Рафаэль достаточно редко обращался к иконографии святого семейства, особенно вот такого типа. И надо сказать, что наша работа совершенно такая редкая, уникальная в иконографическом типе. И было немало споров о том, для кого это произведение создавалось с Рафаэлем. Потому что, когда он приехал во Флоренцию, он не приехал по чьему-то приглашению. Он приехал сам по себе. Он сам искал заказчиков. Он некоторое время работал с Перуджино, который также оказался во Флоренции в это время. И он как-то постепенно искал заказчиков и очень быстро их обрел. Так вот, есть одно из... Считается, мы обычно апеллируем к Джорджу Вазари, к биографии Рафаэля, к знаменитым жизнеописаниям. Считается, что Вазари в биографии Рафаэля мог упомянуть дважды это произведение. И дважды он упомянул его в связи с разными заказчиками. Но идентифицировать его можно. Одна из версий. Эта работа была создана во Флоренции для знатного флорентийского гражданина Таддео Таддеи, который на первое время приютил Лалкроф Рафаэлю. Он его принимал. Он был одним из первых заказчиков. И вот, вероятно, для Таддео Таддеи создавалась эта вещь. Но есть еще одна версия, которая связана с еще одним описанием биографии. Может быть, эту картину Рафаэль начал еще в Урбино для герцога Монтефельтро, который был покровителем семьи Сантии. Вы помните, что Рафаэль и отец был художником Джованни Санти. Он работал для урбинского герцога. И, возможно, это было сделано в Урбино. Но, глядя на те формы, в которых эта работа создана, вероятнее всего, конечно, Флоренция. Но еще один интересный аспект. Эта картина тоже была сделана на дереве. Пока Рафаэль еще не работает на холсте. На холсте он будет работать в римский период жизни. Об этом обязательно будут упоминать также Джорджо Вазари. Например, Святого Себастьяна он напишет на холсте Святого Иоанна Крестителя. А это работа на доске. И в XVIII веке, когда она попала в Эрмитаж, спустя десятилетия, эту картину также перевели из дерева на холст. Но к ней подбирались реставраторы еще в XVII веке. И известно, что она проходила условную реставрацию, подновление в XVII-XVIII веках еще во Франции. И по описаниям очевидцев она приехала в Россию уже будучи сильно зареставрированной. Так мы используем часто такой термин зареставрированной. Не скажу испорченной, но частично смытой, частично зареставрированной. А потом еще и была переведена знакомым вам способом, методом перевода с дерева на холст. Сейчас эта картина находится на холсте. И, конечно, здесь кое-где можно увидеть тонировки, которые поменяли свой цвет. Они уже заметны. Они подчеркивают те самые трещинки между досок, которые напоминают о первоначальной основе этой картины. Но и, к счастью, здесь был сохранен реставраторами грунт, который нам дает возможность увидеть, подтвердить тот факт, что Рафаэль пользовался специальным картоном для перевода и методом припороха. Когда Рафаэль переехал в Рим, он сохранил эти методы работы. Правда, его произведения стали более монументальны по размеру. И вы помните, Рафаэль переехал в Рим для того, чтобы расписывать знаменитые станции, залы, комнаты в Ватикане. Он приступил к фреске. Вообще, Рафаэль с фреской, надо сказать, практически не работал до приезда в Рим. И сейчас у нас есть такая наглядная возможность увидеть, какие произведения создавал Рафаэль, чтобы прежде, чем оказаться в Риме. И надо было быть, наверное, очень самоуверенным самоуверенным для того, чтобы согласиться на приглашение пабы римского, Юлия II, расписывать ватиканские станции и, в общем, оправдать его доверие. Потому что Юлий тоже был под впечатлением от работы Рафаэля и доверился этому юному гению. Авторитет Рафаэля в Риме очень быстро вырос. И принято считать, что именно в Риме у Рафаэля впервые появилась большая мастерская. Правда, мы не скажем точно, где она располагалась и кто именно работал в начале в этой мастерской. Джан Франческо Пенни. Вот это имя нам более или менее знакомо. И, вероятно, к нему присоединился Джулио Романо. А вот к концу жизни Рафаэля, к 1520 году, его мастерская была уже самой большой и самой значительной в Риме. И мы сейчас с вами оказались в зале, где представлено несколько произведений, созданных мастерами, учениками Рафаэля Санти. В начале разговора я упомянула о том, что мы находимся в зале итальянской майорики. А если осмотреться вокруг, на самом деле нас окружает не только знаменитая итальянская майорика, которая создавалась также отчасти произведения в Кастель Дуранте, в частности, по эскизам, по рисункам, по гравюрам, сделанным с произведения Рафаэля Санти. Но и нас окружает большое количество предметов, которые мы относим к декоративно-прикладному искусству, которые когда-то украшали интерьеры ренессансных дворцов и палаццо. Вы видите большое количество здесь сундуки, косоны, различные кресла, совершенно роскошные столы, в которых представлена итальянская майорика. Но за мной располагается огромный тканный ковер или шпалера, которая создавалась по рисунку одного, предположительно, одного из учеников Рафаэля, Перрино Дельвага. Что произошло с учениками Рафаэля после смерти этого мастера? Конечно, мастерская не закрылась сразу. Очень многие художники были обязаны закончить проекты, начатые мастерской, и в частности, Джан Франческо Пенни, Джулио Романо, Перрино Дельвага, Джованни Даудины заканчивали уже начатое. Но, окончив свою работу, им было тесно работать в мастерской, они разлетались по совершенно разным герцогствам и королевствам, и Перрино Дельвага уехал, был приглашен таким морским генералом-правителем в морскую геноевскую столицу, в Генуэ, для того, чтобы этот мастер, не сам Рафаэль, так его ученик, отстроили ему резиденцию и создали бы тоже такой, я бы сказала, репрезентативный образ новой герцогской столицы. И Перрино Дельвага для герцога Андреа Дорио строил дворец, строил загородную резиденцию, расписывал с помощниками дворцы фресками, он разрабатывал проекты декоративного убранства, и в том числе мы знаем, что Перрино Дельвага делал различные эскизы, картоны для шпалер. Но эту традицию когда-то начал еще сам Рафаэль, мы помним, что в 1518 году Папа Римский, Лев X, заказал в мастерской Рафаэля серию картонов, которая называется «Деяния апостолов», для того, чтобы создать, соткать шпалеры во Фландрии для украшения нижнего яруса Секстинской капеллы. Картоны создавались самим Рафаэлем при участии учеников, затем они были отвезены в Брюссель, там их ткали на брюссельской мануфактуре, и уже в несколько этапов привезли в Секстинскую капеллу. К сожалению, Рафаэле не удалось увидеть завершение этого проекта, он скончался, как я говорила, в 1520 году, проект завершился позднее, но так или иначе сейчас шпалеры, которые должны были украшать по праздникам Секстинскую капеллу, и сейчас являются совершенно одним из таких драгоценных комплексов, хранящихся в Пинокотеке Ватикана, они выставлены отдельно в зале Рафаэля, и только в прошлом году в виде исключения на месяц эти шпалеры выносили в Секстинскую капеллу, украшали нижний ярус, так как это было задумано еще Рафаэлем. И мы сейчас с вами стоим у такой подобной декоративной шпалеры, если деяния апостола все-таки были посвящены библейским сюжетам, то эта шпалера, сделанная, возможно, по рисунку Перина дель Вага, эта шпалера декоративная, и существует их несколько, она входит в серию под названием Времена года, здесь вы видите в центральной части шпалера расположен образ Аполлона, Аполлон в знаках Зодиака, в XVI веке очень любили создавать росписи, шпалеры со знаками Зодиака, у каждого герцога обязательно был свой астролог, который, значит, рассчитывал наиболее благоприятные дни. Здесь совершенно потрясающая гирлянда, которая окружает эти знаки Зодиака, очень характерная для эпохи Ренессанса, ну а по сторонам от Аполлона расположены такие очень сложные, витиеватые, чудаковатые где-то гирлянды, которые часто называют гротески. Вот если присмотреться, по сторонам от Шпалера еще две майоликовых, таких два майоликовых подсвечника, они тоже сделаны с оглядкой на гротески, на сложные композиции в виде таких, как говорят по-итальянски, кандельгерий или свечей, подсвечников. Все это, конечно, идет от знаменитых раскопок начала XVI века, от изучения Золотого дома Нерона. Считалось, что это не просто дом, а это гроты, потому что они под землей, и вот эти гроты украшены сложным, фантастическим, гротескным орнаментом, и по сей день у нас называется гротеск от слова гроты, хотя мы знаем, конечно, что эти росписи, это были росписи парадных залов Дворца Нерона. Но, тем не менее, мы с вами оказались около Шпалера. Для того, чтобы создать такое произведение, требовалось очень много усилий. Я упоминала о картонах, и эти картоны, подобные картоны, создавались в мастерской Рафаэля, потом отсылались в Брюссель. И, в частности, в Брюсселе их уже мастера переводили фрагмент за фрагментом с помощью нити вот в такое тканное произведение. Создавались эти произведения несколько лет, потому что один метр квадратный требует очень большое количество затрат людских, временных. Он создается не только из каких-то суровых нитей, а используются нити драгоценные с использованием шелка и золото. И вот прежде чем создать такое совершенно потрясающее, колоссального масштаба полотно, конечно, требовался рисунок или подготовительный картон. Вот мы с вами говорили о живописи, а для такого произведения требовался свой картон. И надо сказать, что эти произведения крайне редки. Картоны Рафаэля хранятся в музее Виктории Альберта в Лондоне, а в нашем собрании хранится еще один уникальный картон, которым Эрмитаж очень гордится, и который по праву считается редчайшим произведением, сохранившимся в XVI веке. Мы с вами стоим у колоссального картона. Огромный лист, склеенный из нескольких картонов, плотный, закрытый сейчас, вы видите, защитным стеклом. Это очень редкое произведение, именно даже исходя из того, из какого материала оно сделано. Бумага. А ведь бумага претерпевает с XVI века колоссальные изменения. Но если это небольшой рисунок, вы храните его в коллекции, да и то очень многие рисунки обрезали, дополняли, и они тоже, некоторые из них имели какие-то изменения. А уж с картонами работать было совершенно сложно. И многие картоны, в частности, картоны Рафаэля из Виктории Альберта, они были разрезаны, потом склеены. В общем, и этот картон, видимо, претерпевал какие-то изменения, но он сохранился практически в таком первозданном виде. Сейчас этот картон сдублирован на холст для того, чтобы бумагу сохранить, и попал в Эрмитаж в 1923 году из собрания бывшего музея, но сейчас музей опять существует, музей Академии художеств в Петербурге. Этот картон был создан одним из самых любимых и самых знаменитых художников, работавших в мастерской Рафаэля, который, в общем, всецело может называться полностью учеником, потому что он пришел в мастерскую Рафаэля, будучи очень юным, звали его Джулио Пиппи, а пришел он в мастерскую в Риме, это римлянин по происхождению, поэтому его принято называть Джулио Романо. И Джулио Романо был известен и прославился не только как ученик Рафаэля Санти, но и как художник, который стал главным придворным художником в Мантуе после смерти великого Рафаэля в 1524 году. Ну а перед нами огромный монументальный картон, который получил название «Шествие со слонами. Триумф Сципиона Африканского». Джулио Романо в традициях мастерской Рафаэля создал серию картонов для шпалер, которые должны были сделать в Брюсселе. Их делали для французского императора Франциска I. Это картоны, которые, к сожалению, не сохранились полностью в полном составе до наших дней. Существует только еще один картон, который хранится в Лувре. Многое очень пострадало во время французской революции. Ну и существует ряд рисунков, которые нам дают возможность реконструировать серию, связанную с триумфами Джулио Романо. Но я для начала напомню, как Джулио Романо работал с Рафаэлем. Его известные произведения, в частности, «Зал Константина» в Ватикане, это продолжение «Комнастан» с Рафаэлем, где Джулио Романо не просто заканчивал живопись, фрески после смерти великого наставника, а где Джулио Романо пришлось фактически с нуля создавать самый сложный зал, посвященный истории христианской церкви. Мы помним, что Рафаэль успел расписать вместе с учениками мастерской три зала или станции, комнаты, а четвертый оставался незаконченным. Существовало только несколько подготовительных рисунков или картонов, которые, к сожалению, Рафаэль не успел воплотить в жизнь. И вот после смерти Рафаэля его ученики, опять же, по распоряжению следующего папы, Климента VII, который надзирал за созданием этого зала и который желал, чтобы зал был окончен, он поручил Джулио Романо и Джану Франческо Пенни расписать этот зал, ну а Джулио Романо отличался тем, что он мог создавать совершенно особые, монументальные, мощные композиции, в том числе триумфы, потому что Джулио Романо прекрасно знал Древний Рим, он очень хорошо знал античное наследие, и, конечно, он в этом очень хорошо ориентировался, в этом была, кстати говоря, специфика Рафаэльевской мастерской, все его мастера прекрасно разбирались в античном наследии, делали зарисовки, его изучали. И Джулио Романо создает этот картон, который демонстрирует нам, во-первых, любовь и интерес к античному миру, к истории Древнего Рима, к истории различных войн, и мы видим наверху в верхней части композиции белого слона и того самого знаменитого сцепиона африканского, который на белом слоне в качестве триумфатора входит в свою столицу Карфаген, он добрался до Апенинского полуострова, он овладел римлянинами, потом вернулся в Карфаген, ну а вы помните знаменитые Карфагенские войны, когда и Карфаген был разбит, ну а пока сцепион здесь в образе триумфатора, он, вы видите, чернокожий, таким представлял Джулио Романо и вообще современники Джулио Романо африканских правителей, обязательно чернокожий, смуглый и в окружении большого количества публики, обожателей, гостей, различных участников этого триумфа, вы видите, что здесь ведут белых буйволов, которые будут принесены в жертву, позади еще один серый слон и также верблюд, и все это напоминает, на белом слоне еще и сидит львица, и все это напоминает, конечно, вот таких африканских, я бы сказала, историях, которые связаны с экзотической страной. Но вот по этому картону была создана шпалера, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Мы знаем, что с этого картона делались различные копии, и если присмотреться, картон совершенно потрясающий в своих деталях, несмотря на мощную, сложную, монументальную композицию, которая напоминает, может быть, древнеримские саркофаги, вот такое шествие или процессия, вы увидите, что здесь очень много деталей, которые хочется рассматривать. И надо сказать, что Джулио Романо в монтуанской столице у герцога Федерико Гонзага был тоже любимым художником, который воспитал целую плеяду знаменитых мастеров, которые продолжили дело и его, и Рафаэля. И он является автором знаменитого Палаццо Дельте, загородной резиденции Федерико Гонзага, знаменитых фресок. Он также создавал эскизы для предметов декоративно-прикладного искусства, серебряных кувшинов, различных тарелей парадных, которыми украшали парадные залы. И вот мы сейчас возвращаемся к тем произведениям, которые находятся здесь, в этом зале. И те огромные майоликовые тарелки, блюда, которые расположены в витринах XIX века, это, конечно же, майоликовые композиции, произведения, которые не использовались по назначению. Они чаще всего украшали итальянские поставцы или креденцы, украшали парадные залы, за исключением, может быть, сосудов, которые делали для аптек, альборелли. Ну, а все остальные вещи, многие из них сделаны были по рисункам и гравюрам Рафаэля и его мастеров, в частности, Марк Антонио Раймонди. Но надо сказать, что творчеством Рафаэля Санти и учеников, которые работали и в мастерской, и после его смерти оставались в Риме, разъехались по различным городам Италии. Это совершенно такая огромная тема, которой, я думаю, посвящена будет еще и ни одна выставка, ни одна монография, потому что учеников было много, наследия огромно. А когда-то в Эрмитаже до революции хранилось четыре произведения Рафаэля Санти. Два из них, к сожалению, после революции покинули наш музей. Это знаменитая картина Мадонна-Альба и небольшое по формату произведение Святой Георгий, которые ныне хранятся уже в Национальной галерее Вашингтона. Так или иначе, два наших произведения, которые на Рафаэле, которые находятся в таких исторических киотах, в витринах, они всегда находятся в зале Майолики, никогда его не покидают. Это произведения, которые входят в список эрмитажных работ, которые никогда не путешествуют из нашего музея. Поэтому я, наверное, больше, чем уверена, если вы окажетесь в Эрмитаже, вы всегда увидите эти работы на своем месте. Мы надеемся, что эти произведения будут доступны и в следующие годы, и Эрмитаж сейчас наполняется вновь посетителями, и я буду очень рада увидеть вас в наших залах. Большое спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!